Стартовал районный этап областной военно-патриотической игры «Зарница». Современные школьники, как некогда их бабушке и дедушке, учатся метать гранаты, стрелять из винтовки и ходить строевым шагом. Насколько это у них получается, оценил и наш корреспондент. Команда старшеклассников «Штурм» из Черноречия тянуть носок и печатать шаг обучалась чуть ли не месяц. Собирались во внеурочное время на школьном дворе. Ну а потраченном времени они и жалеют. Тяжело в учении, легко на «Зарнице». Воспитывают дух, как сказать, военный дух в человеке воспитывают. Готовно защищать свою страну. Военно-спортивная игра «Зарница» проходит на базе образовательного центра поселка «Стройкерамика». Сюда съехалось 14 команд практически из всех населенных пунктов Волжского района. Самому младшему бойцу 8 лет, самому старшему 18. Всего на состязаниях собралось более 150 школьников. Это доброе возрождение традиций, которые, к сожалению, были утеряны на определенный промежуток времени. Но сегодня они возрождаются, и дай бог, и в дальнейшем они будут развиваться. Участникам состязаний предстоит показать себя в огневой, строевой и физической подготовке. Задания для школьников разрабатывались с учетом норм ГТО. Кстати говоря, в таких, казалось бы, сугубо мужских дисциплинах, как стрельба из пневматической винтовки и сборка-разборка автоматов в Калашниково, девушки показывают себя не хуже парней. У каждой девушки свои способности. Может быть, она неплохо и стреляет, да и лучше, чем у других мальчиков. Так что, мне кажется, девочкам тоже место в армии. Районный этап военно-патриотической игры должен выявить сильнейшие команды в двух возрастных категориях. С первого по пятый и с шестого по десятый классы. Победители поедут на зональные соревнования в Отрадный. Владислав Жирнов, Александр Дудко. Новости губерния. Субтитры создавал DimaTorzok